Всем привет, мои хорошие! Это Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новое видео. Добро пожаловать! Как вы знаете из названия, сегодня мы с вами поговорим о трендах, и это второе видео на тему трендов в этом сезоне. Ранее, в сентябре, у меня выходил ролик про тренды одежды. Ссылка на него есть под видео. Переходите, смотрите, там огромное количество вдохновения и полезной информации. В целом я рассказываю о моем подходе к трендам и как я рекомендую к ним относиться. А сегодня мы с вами говорим про аксессуары, то есть про то, чем мы дополняем наши образы, нашу одежду. И на самом деле многие про аксессуары забывают, уделяют им недостаточно внимания. Очень зря, потому что именно благодаря этим мелочам часто самый нейтральный, самый спокойный образ можно вывести на новый уровень, сделать его более интересным, придать ему классную изюминку и сделать его актуальным. Я вам сегодня расскажу про 10 самых основных трендов в обуви, сумках и украшениях и в целом каких-то небольших аксессуарах. Это тренды, которые являются как массивными и многолетними, так и короткими трендами, которые, скорее всего, в следующем сезоне не повторятся. Про каждый я буду отдельно давать комментарии. И если вам хочется узнать, что мы будем носить, чтобы не удивляться, когда вы будете видеть это на улицах или где-то онлайн, оставайтесь со мной и давайте начинать. Начну с основного. Это обувь и сумки. Начну, пожалуй, с обуви. Осенний-зимний сезон это всегда такой сезон, скажем так, больших вопросов, особенно для тех девушек, которые живут не в Европе, не в европейской зиме, так называемой, или тем более в каких-то теплых южных странах, а в такой средней полосе, как говорится, где зима это зима, где снег и холодно. И хочется и выглядеть стильно, модно, но при этом не отморозить себе ноги. В чем мы с вами ходим этой осенью и будем ходить, соответственно, дальше зимой? Есть два основных тренда по обуви. Именно тренды. Я вам их сейчас покажу, но, как и в прошлом видео про одежду, я хочу сакцентировать ваше внимание также на том, что в целом актуально. У нас видео про тренды, но я вам скажу и покажу, что в целом актуально, чтобы вы могли не загонять себя в рамки трендов и понимали в целом, что сейчас является стильной современной обувью. Первый тренд это у нас с вами платформа. Платформа невероятной высоты, действительно невероятной платформы. Она пошла как возвращение нулевых, немножко, может быть, конца 90-х где-то, но платформа 20-х наших, она, конечно, переплюнула то, что я носила в свои школьные годы, как говорится. Потому что такой высоты не было никогда. Платформа действительно очень высокая. Она сочетается, естественно, с высоченным каблуком. Это не шпилька, это уже плюс, но, тем не менее, эта обувь, она мне лично кажется травмоопасной. Тем более, если мы говорим про зиму, снег, лед, платформа, не лучшее сочетание. Так или иначе, это тренд. Хочу, чтобы вы об этом знали, чтобы вы были в курсе. Причем, девочки, самые трендовые модели это даже не ботильоны или сапоги, хотя именно они были, например, на пике в прошлом сезоне, которые сделали Versace. Они были sold out везде максимально быстро, и многие модницы их носили. В этом сезоне основная модель, которая присутствует на подиуме, это так называемая Mary Jane. Только на огромной платформе с огромным каблуком. Это модель обуви, когда у вас есть перемычка вокруг стопы. Она может быть уже вокруг лодыжки или просто поверх, прям по верхней верхней части стопы. Но обычно это все-таки ближе к лодыжке. Это Mary Jane. Туфельки, скажем так, в оригинале. Они намного более изящные и женственные, и очаровательные. Поставлю тоже рядом вам картинку, чтобы вы понимали, как выглядит оригинал, если вдруг вы не знаете. Но тренд выглядит вот так. Я предрекаю, что в реальной жизни на улицах не то, что там мегаполисы типа Парижа, Нью-Йорка, Милана, Москвы, а тем более других городов, вряд ли это будет в изобилии существовать. Это тренд для фотосессий, для каких-то стрит-стайл, возможно, съемок, для показов, для привлечения внимания. Тренд классный для вечеринок. Вот я думаю, пик, когда можно будет реализовать этот тренд, это новогодние праздники. В остальном, конечно, по улице вряд ли это у нас с вами будет гулять. Понимайте это. Далее, еще один тренд обувной. Тоже такой, знаете, не сказать, что прям для всех и для каждой и на каждый день. Это ботфорты. Их тоже было очень много на подиумах. Самые разные и прям совсем высоченные. Прям вот, что мини-юбку вы надели, а ботфорты все еще не видно. И какие-то, которые просто чуть выше колена. Это все, что у нас выше колена, это уже ботфорты. Они могут быть просто либо совсем высокие, либо просто ботфорты. И любой вариант будет актуален. Вы, я думаю, уже видите их в магазинах продажи. Я вам точно показывала. В предыдущем шопинг-влоге, который выходил у меня на канале, где был обзор лайма и топ-топ, я показывала. Отличный вариант ботфортов, причем на комфортном каблуке. Там как раз-таки ни шпилька и ни платформа. Поэтому, если что, посмотрите тот влог. Ссылка на него тоже есть под видео. В общем, ботфорты. Ботфорты, конечно, это обувь, которая идеально дополняет юбочные низы. То есть, это юбки-платье. Причем, в принципе, любой длины. Зависит от того, какой образ вы хотите создать. Если дерзкий сексуальный, то это будет короткая юбка. Если просто женственный и теплый, и практичный, то это будет более длинная юбка, вплоть до миди. Вы, в принципе, можете и с ней носить ботфорты. Тут немножко, конечно, теряется смысл. Но, тем не менее. И можно пробовать с шортами. Причем, классно смотрится с бермудами. Просто потрясающе. Потому что бермуды носить с высокими сапогами сложно. Если с высокими сапогами мы совершенно легко сочетаем с вами юбки миди или юбки мини, то бермуды заканчиваются у нас примерно где-то в районе колена. И сапоги а-ля жакейские или просто вот, которые под коленкой у нас заканчиваются, со свободным голенищем, с бермудами не бьются. Они сильно будут резать ногу. Получается много рядышком вот этих горизонталей. А ботфорты, которые как раз будут заходить под штанину ваших бермуд, прекрасно их смогут дополнить. Имейте в виду. И теперь, что касается в целом актуальной обуви. В целом у нас актуальны, продолжают быть и будут, наверное, всегда. Они могут чуть-чуть видоизменяться, быть более изящные, более грубые. Но тем не менее, это армейские ботинки. Они же грубые ботинки на шнуровке. Просто ботинки на шнуровке, как только не называют. Рядом со мной вы видите варианты. Сейчас у нас актуальна и более массивная, агрессивная подошва, практически платформа уже. И абсолютно нейтральная, классическая. Все это актуально. Главное, чтобы мыс был не слишком круглый. Более менделевидный, более вытянутый мыс смотрится всегда изящнее и комплементарнее для ноги. А в остальном вы выбираете любую платформу. Второе, это казаки. Причем казаки как в замше. Как прям вот казаки-казаки, где читается стиль. Так и они могут быть в коже. Они могут быть не песочного цвета, а черного цвета. То есть, это такая стилизация под казаки, где, допустим, просто у вас вытянутый мыс, который может быть у любых ботильонов, но каблук немножко скошенный. И это сразу дает вот это настроение казаков. И также у нас актуальны челси. Челси разные. Агли челси объективно уже свой прям пик и эпогеи моды прошли. Но они не приелись настолько, что мы их перестали носить. Мы продолжаем носить агли челси бутс. Это могут быть прям супер массивные в стиле ботеги, которая, собственно говоря, нам их подарила. Это могут быть более аккуратные челси. Я знаю, что, например, в масс-маркете среди европейских брендов отлично и делал Массимо Дути. Они были как бы массивные, но при этом женственные. Прям был классный баланс. Это мы все носим. И еще, девочки, на самом деле, помимо вот этого большого тренда на платформу и на подфорты, есть еще тренд, который нам, скажем так, подарили нулевые, которые сейчас в целом актуальны. Это тренд на острый мыс. Очень много появляется сейчас обуви с острым мысом. Прям с острым. Он не настолько длинный, как бы в нулевые. Тогда я помню эти туфли, когда ты идешь, и у тебя настолько длинный мыс, что из-за того, что ты сгибаешь ногу, он еще как бы заламывается немножко. Помню? Что тут шуршит? Если вы такое тоже помните, напишите в комментариях, потому что у меня лично были такие туфли. Это, конечно, забавно. Такой немножко маленький мук как будто. В общем, острый мыс без перегибов у нас снова актуален. Не то, чтобы он когда-то был не модный, но просто сейчас его становится больше. Ибо предыдущие сезоны, например, мы с вами очень активно носили те же Агли Челси, которые абсолютно без острого мыса. И острый мыс, ну, он был разве что в казаках. А сейчас это часто и ботильоны, и какие-то подфорты могут быть с острым мысом. Имейте в виду. Теперь сумки. Вторая вещь, второй аксессуар по важности и неотъемлемости для каждой из нас. Если кто-то может не носить украшения, не носить ремни, мы сегодня о них еще поговорим, то без обуви и без сумки, ну, наверное, ни одна девушка не выходит на улицу, особенно зимой. Что у нас актуально? Выделю две, два основных направления. Одну прям такую форму конкретную и в целом направление тоже, чтобы вы могли в общем и целом понимать, что актуально. Это главный ключевой критерий моего подхода. Что актуально? Что именно модно? Это сумки, я их называю круассанами. Более того, по-моему, у Louis Vuitton именно модель так и называется круассан. Если я не путаю с кем-то другим, потому что такую модель сейчас делает каждый уважающий себя бренд. Это реально тренд. Были у нас тренды с вами на гигантские шоперы. Очень там давно, ну как очень давно, в мире моды очень все быстро меняется. Допустим, это было года три назад. Были в супертренде микросумки, мини-сумки и так далее. Сейчас актуальны вот эти круассаны. То есть это такая округлая сумка, либо это прям вот круассанчик условно, но визуально. То есть она такая half moon, полумесяц опять же сумка. Либо это может быть сумка, как вот у Gucci есть Jackie. В целом они имеют скругленный хотя бы низ. Вот такая вот округлая форма сумок это то, что сейчас является огромным сумочным трендом. И второе общее и целое направление у сумок это лаконичность и минимализм. Это не означает, что все мы будем теперь носить что-нибудь в стиле бренда Акне Студиос или Селин во времена Фиби Файло, когда вот этот знаменитый Селин Класс Бэк, где просто, знаете, такой маленький прямоугольничек. Рядом поставлю картинку, чтобы вы видели. Нет, не настолько минималистично. Такие сумки мы тоже носим. Но в целом нет изобилия фурнитуры. Я бы сказала, практически нет вообще. Максимум это пряжка. Она может быть в виде лого бренда. Она может быть просто какая-то акцентная, интересная. Это может быть красивая какая-то застежка. Но не более того, нет изобилия фурнитуры. Нет каких-то клепок страз. Исключение, пожалуй, составляет бренд Balenciaga. Но он во многом в целом является исключением. Там не так много пересечений с массивными трендами. Это очень люто, остро модный бренд, который... Ну, у него есть своя аудитория. Это прям нужно чувствовать. Вот у Balenciaga одна из их сейчас таких ходовых сумок. Это Cagol модель. И там, конечно, есть вот эти все клепочки. Это, скажем так, переосмысление одной из культовых сумок Balenciaga. City bag. Я помню, когда я начинала интересоваться модой. И у меня уже появлялись какие-то мои первые хотелки. Я в целом больше всего люблю именно сумки. Вот из какого-то люкс-сегмента и так далее. И всегда у меня были списки, что я бы себе хотела. То там была в то время эта сумка в моем списке. Но как бы сейчас нет, хотя она вернулась в моду. Так или иначе, Balenciaga Balenciaga. Но в общем и целом основное направление это лаконичность, сдержанность, минимализм. Цвета могут быть разные. Фактуры могут быть разные. Про фактуры, кстати, я сегодня еще скажу. И про сумки мы там тоже с вами поговорим. Но в общем это кожа, либо замша. Иногда канва. Это такой материал, в котором, в частности, например, Louis Vuitton создает свои сумки с логотипом. Сейчас многие бренды стали работать с канвой. Раньше это был больше такой ключевой момент для Louis Vuitton. Сигнатчер. Но сейчас очень многие стали делать и CELINE, в том числе, и другие бренды. В общем, резюмируя. Сумки мы носим спокойные. Ну и давайте, чтобы не уходить далеко от этой темы, мы с вами перейдем как бы в целом к аксессуарам. Но немножко тоже сюда сейчас в следующий тренд у нас включатся и сумки. И это тренд на мех. Тренд на мех. Если вы смотрели мое видео про тренды в одежде, это в целом один из глобальных трендов этого сезона. И да, возможно, кто-то сейчас скажет, а что в этом удивительного? У нас как бы зима на носу. Но нет, на самом деле, девочке, такое происходит далеко не каждый осенний-зимний сезон. И мех всегда плюс-минус встречается. Но иногда, например, больше пальто показывают или каких-то пуховиков. А вот такого изобилия меха, как в этом году, я не помню. В прошлом году он тоже был, но сейчас это просто. Меха очень много. Самого разного. И искусственный он, наверное, по-прежнему еще пока что или просто превалирует. Его очень много. Это может быть мех под норку, под ламу, под овчину, все что угодно. И натуральный тоже встречается. Многие люксовые дома продолжают работать с натуральным мехом. Многие используют шерсть, которую выделывают под овчину, например, и так далее. Я считаю, что это просто прекрасно, потому что это и тепло, и никому как бы неплохо при этом. В общем, идеальная комбинация. В общем, мех это тренд. Вы можете посмотреть все картинки, все иллюстрации в предыдущем ролике. В этом сезоне мех у нас не только в одежде, но и в аксессуарах. Это меховые туфли, меховые ботинки, унты, сумки, перчатки, наушники, шапки. В общем, в моде, в тренде. Все. Все, что может быть с мехом. Самым разным, разных цветов, фактур и так далее и тому подобное. Честно, ну на любителя. Очень легко потерять эту грань стильности и модности и уйти просто в какие-то северные наряды. В общем, имейте в виду, но в целом это модно. У меня есть ряд сумок, которые лично мне очень нравятся. Выполнены из замши с овчиной. Сен-Лоран делает безумно красивые модели. Они очень уютные, при этом стильные. Они уместны в городе, а не только на горнолыжном курорте. Я бы от одной, а может быть и двух моделей не отказалась. По украшениям. В этом сезоне я не наблюдаю какого-то особого тренда на серьги какой-то формы или колье. Но в целом на подиуме встречается, например, жемчуг. Это интересно. Причем жемчуг довольно такой прям гипертрофированный, очень объемные жемчужины. Встречаются чокеры по-прежнему. Но это то, что, знаете, и так оно есть. Мы это просто продолжаем носить. Мы по-прежнему продолжаем носить и крупные какие-то цепи, и более изящные кулоны, и массивные серьги, и более какие-то аккуратные серьги. Кольца тоже. Кстати, если вдруг вы не видели, у меня на канале в начале сентября выходил шопинг-влог с обзором и примеркой актуальных украшений. Я там показывала и актуальные кольца, и подвески, и часы даже, и серьги там были очень классные. Если вы его пропустили, я вам ссылку оставлю тоже в инфобоксе. Посмотрите, там много примеров. А тренд этого сезона это, что интересно и, на мой взгляд, даже несколько удивительно с практической точки зрения, массивные браслеты. Причем не просто вы надеваете один массивный браслет, а прям вот стэк. То есть у вас целая столбка этих браслетов на запястье. Прям их может быть очень много. Учитывая, что каждый из них массивный, это практически доходит до локтя. Серьезно. И почему это, мне кажется, немножко нелогичным в зиму? Ну, в основном потому, что мы носим одежду зимой, которая нас закрывает, чтобы не замерзнуть. И верхнюю одежду еще сверху надеваем. И я практик, вы это знаете. Я, во-первых, работаю с реальными людьми, с девушками. Во-вторых, я сама всегда очень практично подхожу к трендам, к тому, что стоит добавить в мой личный гардероб. И я понимаю, что стопку массивных браслетов зимой я носить просто не буду. Куда? Вот в лето этот тренд зашел бы. А пока что, возможно, это останется на подиуме. Но их было много. Считаю, что нужно вам об этом рассказать. Еще из интересных фактур мною было замечено изобилие металла. Металлических фактур. Вот эти все золотистые, серебристые, немножко футуристичные какие-то истории. И обувь, и сумки, и украшения, и какие-то броши. Часто и одежда в такой фактуре в этом году встречается в осень-зиму. Но очень много именно такой обуви и сумок. Опять же, это можно объяснить тем, что в сезон осень-зима попадают праздники под названием Новый год и Рождество. Смотря в какой стране вы живете, в одной стране один будет масштабнее отмечаться, в другой стране другой. И, в общем-то, под эти праздники, под этим соусом такие, наверное, аксессуары и можно подавать в этих коллекциях. Потому что в остальном, конечно, ну это не на каждый день далеко. Как бы кто что не говорил и не хотел нам рассказать и предложить и продать. Зимой все равно не так много поводов для вечеринок, как летом. Летом каждый день просто праздник, потому что само по себе лето это уже праздник. А зимой, конечно, мы все ждем Нового года, все ждем вот этого глобального праздника Волшебной ночь. Поэтому серебристые и золотистые босоножки-золушки, ну, наверное, это туда. Еще несколько интересных трендов на аксессуары. Это тренд на галстуки. Мужские. Ну, прям такие. Ну, галстук это, в принципе, элемент мужского гардероба, поэтому какие еще они могут быть. Я, кстати говоря, в том же шопинг-влоге, про который я вам сказала ранее, что там есть бадфорты, я там примеряла рубашку в лайме, в таком красивом головом оттенке, в котором сразу идет в комплекте с галстуком из такой же ткани. Там у меня, конечно, были и остаются вопросы к этому галстуку по качеству его исполнения. Но идея отличная. Мне нравится такое. Я думаю, что, возможно, я загляну в гардероб моего мужа и какой-нибудь из образов, учитывая, что я, например, очень люблю носить жакеты, я дополню галстуком. Если у меня будет подходящее настроение и повод, куда я смогу так отправиться, то я этот тренд на себя примерю. Следующий тренд, который просто создан для девушек, живущих не на жарких югах, это тренд на носочки. Носочки разные, но в основном это носочки прям толстые, вязаные. Очень много их было на показе Шанель, но там, если честно, это не мой любимый показ, скажу так. Мне вообще мало что нравится из того, что сейчас делает Шанель на показах, особенно показы Карла Лагерфельда. Это был, я даже не знаю, какой эпитет подобрать по отношению к этим показам, какие они были и останутся навсегда по сравнению с теми показами, которые сейчас делает Мария Грация в Диор, в Вирджинии. Даже как бы неважно, если честно, потому что это, ну в общем меня это не вдохновляет вообще, но показали они очень много этих странных колготок, супертолстых. Те колготки, такие колготки, которые обычно мы не сочетаем с туфлями, потому что они просто в них не влезут даже, мне кажется, по размеру. Но это Шанель, помимо Шанель очень многие другие бренды показали классные разные носки, гольфы, они могут быть цветные, с узором, с какой-то вышивкой, кристаллы, стразы, все что угодно. В общем, носочки теперь мы носим не только потому, что не хотим отморозить себе ноги, опять же, но и таким образом еще можем дополнить свой образ каким-то интересным аксессуаром. Рядом со мной вы можете видеть примеры стилизации, как эти носочки носить, вот это я тоже считаю классным трендом, но девочки, вот кстати говоря, я вам что хотела сказать про тренды однодневки, ну как, короткие и длинные. Значит, давайте пока мы здесь сейчас остановимся, у нас еще один тренд остался, вот сейчас я вам скажу. По поводу обуви я сразу говорила, что является более таким жизненным, что в целом актуально, по поводу сумок тоже я вам сказала, что у нас точно не актуально, но вот эти лаконичные сумки мы будем носить годами. Поэтому вы можете покупать в любую, в комфортном для вас ценовом сегменте, даже если это будет люкс, то вы будете носить эту сумку реально очень-очень долго. По поводу меха, ну это, конечно, очень сезонная история, просто подумайте, отзывается ли это вам, вписывается ли это в ваш стиль, то даже скорее к этому больше вопрос, чем про то, насколько это долгий будет тренд. В целом-то можно каждую зиму носить, там, меховые варежки, например, но относится ли это к вашему гардеробу и к вашему стилю, вот это будет главный вопрос. То же самое касается металлических каких-то аксессуаров, сумок, обуви. Одно дело, если это, допустим, металлический ободок или какая-то брошь, это более такая ситуативная история, она вас ни к чему не обязывает и обычно не стоит так дорого, нежели пара обуви или хорошая сумка, если она будет носиться у вас, грубо говоря, на Новый год. Поэтому тоже подумайте, это тренд не на сезон, вы каждый год, грубо говоря, сможете носить металлические сапоги или какую-то металлизированную сумку, но подумайте, надо ли вам. По массивным браслетам, если вы решитесь сейчас их покупать, то вы 100% сможете носить их летом. Это просто браслеты, которые можно носить каждое лето, это стильно смотрится и в городе, и в отпуске, поэтому это окей. Что касается галстуков, это недорогой аксессуар, поэтому если вы его себе приобретете, чтобы попробовать этот тренд, а он, скорее всего, сезонный, то даже если вдруг в следующем году или весной мы не будем носить галстуки, ничего страшного, можете вообще не покупать галстук, а заглянуть к брату, мужу, папе в шкаф и занять его там. По поводу носков, вот здесь я считаю, что высока вероятность того, что это короткий тренд, и более того, я считаю, что это подиумный тренд, что все-таки, скорее всего, мы это с вами будем видеть в инстаг... я никак к этому не привыкну, либо на других каких-то площадках, на ютюбе, конечно же, но как бы в жизни посмотрим. И еще один тренд, как раз-таки, про который я хотела сказать, и вот этот точно сезонный тренд, максимум я даю ему еще в следующий сезон он будет с нами, это несколько ремней сразу. Многие дизайнеры вообще ушли в отрыв, и там ремнем обвязывалось практически все тело, но в основном это сочетание нескольких ремней, либо вообще одинаковых, либо похожих, в одной цветовой, допустим, гамме, они могут быть даже разные по цвету, но, допустим, это градация одного цвета, типа светлый какой-нибудь коричневый, такой кофейный цвет и темно-коричневый, или просто сочетающиеся между собой цвета, которыми дополняются джинсы, брюки, часто на низкой посадке, не всегда, но часто, это такой тренд сезона. И поскольку у нас в моде низкая посадка уже второй сезон, она началась с весны, сейчас продолжилась очень активно, туда добавились и вот эти ремни, это тоже так как бы из нулевых, конца 90-х, вот откуда-то оттуда привет, но я думаю, что, ну, сезон 2 мы это поносим и все, с другой стороны, чтобы попробовать этот тренд, вам, возможно, не нужно затрачивать никаких средств, потому что вы можете просто найти в своем гардеробе, если у вас есть ремни, два сочетающихся и надеть их вместе, поэтому здесь тоже, если вам хочется, пробуйте, почему бы и нет. Вот такие тренды мы с вами сегодня разобрали, тренды в аксессуарах, в обуви, в сумках, в украшениях и в каких-то деталях. Я очень надеюсь, что вам было интересно, полезно, что вы приятно провели со мной время, переключились на что-то красивое, из постоянного потока новостей, от которых никому никуда не скрыться, и мне тоже, мы все живем с вами в одной реальности, но чтобы нести, продолжать в этот мир добро и свет, я буду продолжать снимать для вас свои видео, чтобы мы с вами здесь общались, находили поводы для улыбок, поводы для мечтаний, для каких-то идей, фантазий, реализации себя. Это то, что я считаю полезным для нашей души, для нашего ментального состояния, поэтому я здесь с вами как раз для этого. Спасибо вам большое за просмотр, если видео вам понравилось, я буду очень благодарна за пальчик вверх, за комментарий под видео, давайте пообщаемся, расскажите, какой из этих трендов вам нравится, больше всего, какой вам вообще непонятен, давайте только без резких слов, ну просто, чтобы не портить, знаете, ауру нашего общения, не будем обижать тренды, они же не виноваты, что их кто-то придумал. Просто пообщаемся, поделимся мнением, пошутим, если что, лучше вот в таком ключе все обсуждать, даже то, что не нравится. Как говорится, никто нас не принуждает это носить. Помните это и всегда выбирайте в первую очередь то, что отражает вас, что вписывается в ваш личный стиль, в ваше ДНК стиля. Если у вас пока что ДНК стиля нет, а может быть и вообще вашего стиля пока что нет, не отчаивайтесь, не останавливайтесь, ищите, пробуйте, экспериментируйте, учитесь, приходите учиться ко мне совсем скоро. Я думаю, что с момента выхода этого видео буквально через несколько дней будет открыта регистрация на мой курс по стилю, здесь на ютюбе обязательно будет анонс, уже наконец-то все точно должно случиться. Я буду рада вас видеть и научить вас всему, всем премудростям, и посмотреть вообще на понятие мода и стиля с такого интересного ракурса, с настолько глубокого и вдохновляющего, и расширяющего вообще сознание и личность, что вы себе даже не представляете. До скорых встреч, мои дорогие девочки, обнимаю вас, берегите себя, пока! Это то, что необходимо делать, чтобы не сойти с ума.